Из Израиля у нас из Волгодонска вот широкая география Екатеринбург Да у нас 24 человека по местному у нас где-то 9 58 10 часов вечера Москва 9 утра ну естественно У меня через 2 часа по идее должна быть запись в скайпе с одним товарищем очень интересным из Одессы Вот мы с ним будем записывать разговор Так я сейчас пытаюсь наладить правильную высоту Так получается что то что я вижу в таблеточке это не то же самое что вы видите Как-то так происходит там смещение То есть вот для того чтобы я у вас нормально был на экране на моей таблетке у меня должно быть больше расстояния над головой Так интересно устроено Так ну-ка Вот так вроде получается Из Омска Так то есть у нас Ну что шел вот этот самый Ильниня Каких-то кровопролитий на дождевой почве Но вот пока не было Хотя льет почти весь день Не безумно сильно Ну так хорошо льет От души Вот так что мы Чего тут у нас происходит Yes Live А я не понял что происходит Что-то вроде шло-шло и что-то перестало Сейчас еще раз Так вы меня Вы меня слышите? Нормально так Какая сегодня тема встречи? Да никакой просто поболтать Просто болтаем Из Филадельфии к нам Оооо Так это прямо что-то в Америке Филадельфия это часа три от нас Это наверное полночь уже у ребят Да Я просто пытаюсь тут наладить трансляцию Ага Тут у меня на На писишке Вот она идет Ну хорошо А то пропало Как прошел супер вторник? Так он нормально прошел Я думаю что супер вторник Подсказал тем кто надеялся что Трамп сам отвалится Подсказал что нужно что-то с этим делать Потому что сам он явно не отвалится Поэтому большая активность наблюдала Наблюдалась между супер вторником И вот сегодня суббота Вечер Сегодня тоже были выборы В трех-четырех штатах Значит Трех у демократов И четырех у республиканцев Значит Много денег положили на то чтобы Ну как бы против Трампа Там компанию вести Дальше что еще Много Студентов из Филадельфии Хорошо Много Миллиардеров Богатых людей Всяких фондов Стали давать много денег На борьбу с Трампом То есть как-то до них стало доходить Что нужно что-то делать Они думали что можно не потратиться И он сам куда-то пропадет И исчезнет Он сам не пропадает Не исчезает И соответственно Значит Это связано будет для них Какими-то расходами Ну вот сегодня Круз победил в двух штатах И в двух штатах победил Трамп Но По количеству голосов Которые там были У них было У Круза было отставание Где-то в сотню голосов Почти в сотню Типа 98 голосов Сейчас у него отставание В 80 голосов То есть Круз Догнал Трампа В этом процессе И существенно то Что у Трампа Нет абсолютного большинства Там где он выигрывал Он относительно То есть скажем Круз и Рубио Вместе имеют существенно больше Болос Ну делегатов Чем имеет Трамп Поэтому я думаю Что у руководства Республиканской партии Сейчас Такой момент Они должны Поговорить С ребятами Чтоб они уже там Сошли С дистанции Те кому там не светит И все таки Объединиться Вокруг того кандидата Который будет Противостоять Трампу Я думаю Что они сейчас Беседуют На эти темы И так далее Объективные ли выборы Я не знаю Что такое выборы Объективные Они честные То есть люди голосуют Что такое объективные выборы Я даже такого слова Не могу сказать Выборы Субъективные Они отражают Настроение людей Настроения меняются На настроение влияет На настроение влияет Ну я не знаю Информация Которая идет В средствах массовой информации Поэтому деньги важны Потому что Чем больше денег потрачено Тем больше Через средства массовой информации Оказывается влияние Какое-то на людей Но Сейчас такая Компания избирательная Что Многих от телевизора Не отодрать Потому что Сейчас за деньги Такого не увидишь Вот как бесплатно показывают Поэтому Вся страна С большим интересом Наблюдает Такого цирка Еще не было Вот У меня такое впечатление Обычно выборы Это скукотища Там кто там Сильно задействован Там активисты какие-нибудь Ну так люди Которые политически Агрессивны А так всем остальным Пофигу А тут смотри сколько Много ли работы Я вот здесь уся на компьютере Прочитаю Вообще никаких Знаете 80к Я Только если на вскидку Могу сказать Значит На вскидку Это что-нибудь Вы смотрите 80к Не знаю Там 1600 Такого плана 1600 1700 Но Еще раз Это совершенно Не моя тема Я так Просто По некоторым Воспоминаниям Своим Смотрю Вот Что у нас там еще Так Вопросов Я больше Особо не вижу Что вам еще Рассказать Я А Почему Все В Греции Есть даже Иммигранты Покрывающиеся Статусом Вот Иммигранты Есть Как у вас С заполнением Школы У нас Хорошо С заполнением Школы У нас Вейтинг лист То есть К нам Так еще Не сразу Попадешь У нас Есть Вступительные Тесты Где мы Примерно Треть Желающих Отсеиваем Они Не сложные Но Много Народу Есть такого Который Не сможет Толком Доучиться Поэтому Приходится Их Отсеивать Значит И Соответственно Месячишко Может быть Надо подождать Обычно За месяц До того Как группа Начинается Уже Запись в нее Закрыта Вот Примерно Такие Темпы Сейчас От Нового Президента Я ожидаю Что он Не будет Хуже Делать Уж Какой он Там Будет Вот Какая Стоимость Обучения Честно Сказать Если Вас На канале То есть Я Как-то Не вижу В этом Вопросе Заинтересованности Так Какой-то Досужий Такой Вопрос Если Интересно Посмотрите И уже Задавайте Вопросы По делу Сколько Стоит Какая Разница Вы же Даже Не знаете Что Там Чего Стоит Если Вы знали О чем Речь Вы бы Знали И Сколько Стоит Тоже Так Что Разбирайтесь Там Будет Надо Кому Надо Тот Разберется Кто Не Разберется Может И Не Надо Что Для Тестера Лучше Джава Или Питон Я Учил Пайтон Он Попроще Вот Но Как Сказать А Потом Потом И Джава Подберется Там Я Не Знаю Для Тестера Лучше Учить Тестирование Вот Но Если Смотреть Тот Аспект Что Тестеру Приходится Кодировать Там Или Автоматизировать Ну Можно С Пайтона Начать Надо Знать Три Или Пять Ну Хотя Один Неплохо А Сиквел Сиквел Тоже Важная Штука Но Сиквел Не Язык Именно Программирование Жена Спрашивает Вы Испытывали Какая-нибудь Ностальгию По России Вы Понимаете Что В этом Вопросе Как бы Есть Две Составляющие Я Никогда Не Испытывал Ностальгии По Брежневу Или Горбачеву Или Коммунистической Системе Или По всей этой сволочи Которая нами правила Понимаете Вот такой Такой Ностальгии У меня нет Поэтому Я Как бы Как человек Который Родился Где-то И вырос Где-то И Как бы У которого Есть Родина И так далее Я никогда Эту родину Не путал С коммунистами Со Сталином Там С палачами И так далее Хотя Нам пытались Объяснить Что это все Одно и то же Если ты не любишь Сволочь То ты и родину Не любишь Сейчас Они то же самое Делают Кто сволочь Не любит Тот родину Не любит Вот Ностальгия Вот прямо Такой Знаете Вы что Где-то Мы все время Делом Были заняты Но У нас Есть Абсолютно У нас Есть чувства Какие-то У нас Есть привязанности И так далее Чего больше всего Не хватает Почему Скучаем Больше всего Мы Не то Чтобы Там Сильно Скучаем Понимаете Доступ Жесть Ко всему Но Вот Мы Только что Со Светой Посмотрели Российский Нормальный Не бог Весь Там Нормальный Фильм Просто Сели Посмотрели Странно Что столько Людей Ругают Обаму Что за 8 лет Не подготовили Нормального Президента Какие-то Странные Вещи Президента Не готовят На кухне Понимаете Там Картошку Добавил Морковки Соли По вкусу И так далее Кризис Политической Системы Политиканов Много Я не знаю Как фильм Называется Политиканов Много А Политиков Не осталось А вот Проходимец На проходимце И совершенно Не важно Из какой он партии Понимаете Совершенно не важно Какими принципами Он спекулирует Для того Чтобы прийти к власти Потому что Придя к власти Он занимается Абсолютно Своими задачами Ему начихать На все свои обещания Есть ли друзья Американцы Ну есть конечно Как же за 25 лет Вы что себе думаете Вот И индусы Есть Практические проекты В онлайн классе Обязательно делаем Да У нас там Три проекта Сейчас Президент нормальный Рабочие места Растут Цены падают Что еще надо Это не связано С президентом Никак Абсолютно Значит У нас из Хьюстона Человек из нефтянки Перепрофирировался В тестеры Ну Дай бог здоровья У меня люди Из таких профессий Переквалифицируются В тестеры Что иногда думаешь Отчего ты Действительно Вот работал бы себя Ну что-то такое есть Бывает просто не твое Бывает все хорошо Ну как-то не твое И хочется перемен Так тоже бывает В Думе В Думе Будут обсуждать Обведение Выездных виз Опять Железный занавес Вы знаете Что Ну я вот Жил за этим Самым занавесом Там И ничего Вот Смотрите Румяный Не потерял Вкусы к жизни Вот Так что Я Пусть обсуждаю Чего мне все равно Пусть обсуждают Дума же Не такое место Где что-то решается Это же Как бы Такой Орган Совершенно Фиктивный Им там Чего свистнут То они и делают Они же Не то что у них есть Какие-то собственные идеи Которые они могут Где-то там Значит Я не знаю Провести Превратить в закон 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 потом будет Исполняться Оно же не так работает Вот У них Такое Верноподданическое Рвение Верноподданическое Они должны Показать Что они Верноподданные Они какие-нибудь Сомнительные Вот там Люди Поэтому они Верноподданические Вот так Они И рапортуют Восьмого марта В США Не праздничный день Хочется Надо Так Тестирую сайты Да Три вопроса Сразу Как пробежали Друзья Я прямо Мяукнуть Не успел Понимаете Прям Пробежали Три вопроса И что-то У меня Сегодня Действительно Какое-то Странное Такое Действие Происходит На Писишки Моей Потому что Я вроде бы Так Хотел там Вопросы Посматривать Они что-то Не показываются Знаете Как вот Только рефреш Ему сделаешь И показывают Сразу пачкой Там за прошлые дела А новые Не появляются В марте США Русские Обязательно Празднуют Ну кто хочет Тот празднует Это же Знаете Какое Дело У нас Вот Коллектив Такой Достаточно Женский И Все оттуда Но мы Как 8 марта Не празднуем Но мы так Можем там По рюмочке Пропустить Там Тортик скушать Ну так То есть Не то чтобы Мимо нас Проходит Кроме того У меня 8 марта Дочь родила День рождения Моей дочери 8 марта Поэтому Для нас Это такой Как бы Праздник Вот мы Сегодня Как раз Собрались И Отмечали Потому что Когда будет 8 Они будут в отъезде Из Иркутска Нам Говорят Что мы Мотивируем Мы такие Мы можем И в Иркутске Промотивировать Если будете Смотреть Наши Мотивирующие Видео То мы Легко Промотивируем Да Что-то тут Задержка Я Апдейт Делаю На Писишке Какая-то Задержка Жуткая Там Там все еще Висит вопрос О том Что Есть ли работа В Сан-Диего Для Тестера Есть Что Ему Не Быть Господи Так Знаете Что Я Может быть Какие-то очки Одену Больше Для чтения Как ваши глаза После посещения Окулиста Так Окулист Он чего О нет Нет Так не годится Окулист Он чего Окулист Он глаза Закапал Посмотрел И пошел Он же не лечит Меня Ничего такого Не делает Так что Все хорошо Вот все Лечение Вот очки Одел И все Лечение Да Почему Удалили Видео Обмана Блогера Бла 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 Почему Удалили Видео Обмана Я Периодически Какие-то Вещи Удаляю Обычно Это бывает По Согласованию С кем-то Ну Допустим Есть люди У которых Есть претензии У меня К ним Могут быть Претензии Мы Можем В какой-то Момент Сказать Знаешь Чего Давай Мы Как бы Какие-то Претензии Как бы Как называется Перезагрузку Делаем Вот И мы В порядке Этой Перезагрузки Значит Я их Не удалил Я их Закрыл Они Как бы Они Они висят На всякий случай Но в принципе Это как бы Двусторонняя такая Была акция И это не только Конкретно Вот с этим господином А есть еще другие Тоже Вот И так Мы периодически Блогеры Периодически Какую-то чистку Производят Накопленного Очень часто Что происходит Люди Зрители Знаете Есть блогеры Такие нервические Вот женщины Особенно И Вот Допустим Кто-то Где-то Сказал Гадость И сразу Ну Скажем Про меня А поскольку Люди смотрят Много разных Блогеров И вот они Сразу раз Там в течение Часа Пять человек Говорят Вот там Какой-то Про вас Какую-то Гадость Сказал Если Хорошее Сказали Тоже Скажут Разные люди Вот И Значит Вот они Так вот Переносят Всякую дрянь Поэтому Бывает Так Какие-то Такие вещи Накапливаются Я не знаю Поскольку спросили Про конкретного Человека Я могу сказать Что мы Конкретно Жена моя Инициатором Была Чтобы Не было Грязи Лишней Вот Мы как-то Так договорились Что мы Перезагружаем То есть Я сказал Что Я считаю Нужным убрать Он сказал Что он Считает Нужным убрать И на этом Мы разошлись То есть Не то Что я удалил А это Такое Совместное Действие Что там У нас Дальше Да Мотивирует Да-да-да Вашей жены Тоже Спасибо У меня Жена На этих Видео Тоже что-то С ней Такое Стало Происходить Знаете Она Как вам Сказать На нее Это положительно Действует И она Начинает Думать Она начинает Какие-то Вопросы Искать Ее очень Нравится Когда Хороший Вопрос Зададут Она говорит Давай Вот Этот вопрос Мы вместе С тобой Поговорим А вот Тот вопрос Там Давай Я поговорю А потом Ты Если тебе Захочется Тоже Вступишь Света Гораздо Более Чувствительна К Хорошим Вопросом Если Вот Она Что-то Такое Для себя Зажигающее Находит Она Сразу Воспламеняется И так Ей хочется Поговорить Надо Предохраняться При информационном Контакте Чтобы не Подхватить Гадость Какую-нибудь Ой Что вы Такое Говорите Чистимся Чистимся Энергиями Всякими Вот Светка У меня Теперь Рейки Изучает Очень интересно На нее Влияет Тоже Очень здорово А я Уже Четыре Года Занимаюсь Эзотерикой Смотрели На Зилу В Сан-Диего Очень много Домов На Фаркложе Больше Третьи От всех Предложений Я Сильно Сомневаюсь Что это Больше Третьи От всех Предложений Очень Очень Сильно Сомневаюсь Может Вы так Смотрели Года Три Назад Когда Кризис Был Что-то Я Не смотрю Особо Знаете Но Что-то Насчет Фаркложе Зилу Вообще Не то место Где Продают Дома Какие Бактрекинговые Системы Популярны У вас Вы знаете Чего Какие Это Популярные Вообще Не думайте Об этом Если Для вас Как для Тестера Существенный Вопрос На какой Бактрекинг Системе Работать Не надо Вообще Тестером Работать Скажите Себе Я не хочу Быть тестером Это Не мое То есть Понимаете Это Как машину Водить Значит Ну Если Важно Какая Это Машина Жигули Или Москвич Ну Не Води Машину Смотрим Лима Российские Новости Нет Не Смотрим Будете Лима Давать Семинары По Эзотерике Нет Ну Что Это Ответственность Большая Как же Я могу Не Ну Что Я могу Какие То Фокусы Там По чуть Чуть И так Далее На РБК Написали Что Рецессия Надвигается На США Ну Хорошо Я думаю Они Всегда Это Пишут Они Чем Чем Больше Вы Читаете О том Что На США Что Надвигается Тем Больше Вы Должны Тем Лучше Вы Должны Понимать Что 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 Надвигается Так Что Уже Вот Там Где Вы Живете Там Уже Такая Хренотень Пошла Понимаете И В этом Случае Вот Тогда Начинается Разговор О том Что В Америке Если У вас Всплеск Преступности Скажут Что В Америке Обокрали Ну И так Далее Поэтому Вы Должны Уметь Читать Новости Понимаете Нельзя Как Дебил Понимаете Подставлять Свою Голову Под Помои Ничего Кроме Помоев Вы Там Не Получите Если Вы Думаете Что РБК Какой Не Помойный Там Я Не Знаю Чем То Он В Принципиальном Плане Не Политизированный И так Далее Чего Так Вы Говорили Поэтому Откуда РБК Знает Если РБК Интересует Что Почему Они Не Кричат Не Вопят О том Что У них В собственной Стране Творится Почему У них Волосы Дыбом Не Стоят Почему Они Уже Не Собрали Чемоданы Свои И не Смылись Черт Матери Еще Два Года Назад Понимаете Что Рецессия В США Что Так Говорить Я Я Смайлик Поставил Я На Домкрат Все Рассказывал Как Рубль Будет Жить Домкрат Рассказывал Димура А А вот Посмотрите Новости России Вы Самим Страшно Станет Жить США Я Поэтому Не Смотрю Чтобы Не Испугаться Вам Общение С нами Интересно Конечно А Че Я Стал Я Просто Так На Прошлой Неделе Последний Новостной Российский Сайт Удалил Со Смартфона Мудро Мудро Беречь Надо Вот Это Надо Беречь Да У вас Сегодня Тоже Ограничение По Времени Ну Да Я Часок Мы Поболтаем У меня Знаете Как Бывает Что Я Как Выползу И Как Начну До Трех Часов Доходит И Это Уже Немножко Так Перебор Плюс У меня Я Говорил В Двенадцать У Меня Запись В Скайпе Я Одессы Инвалид Колясочник Он Стал Тестером Он Работает Тестером Программного Обеспечения Тестировщиком Как у вас там Говорят И Я Хотел Его Записать Потому Что Я думаю Что ему Есть Что Рассказать Такого Что Может Других Людей Побудить То Во-первых Есть Люди Которые Инвалиды Тоже И Для Которых Может Быть Это Было Бы Кардинальным Прорывом В Работать Второе Я думаю Что Людям Которые Не Инвалиды И Которые Не Знают Чем Заняться И Бояться Того Или Другого Я Думаю Что Им Должно Стыдно Стать Что Если Человек В таком Положении Может Почему Они Молодые Здоровые Образованные И Не Могут Я Подумал Что Должен Получиться Хороший Сюжет Но Я Еще Не Знаю Я Не Не Обговорили О Чем Речь Пойдет В самых Общих Чертах У Меня Вопрос Был На Канале Может Ли Инвалид Поехать В США Турки В Европу Газопровод Из Азербайджана Будут Строить От Российского Проекта Отказались Есть Парень Который Хотел Поехать В Америку И Думал Как А другой Инвалид Откликнулся Говорит Я Работаю Тестером Но Не в Америке А в Одессе Я говорю Ну давай В Одессе То есть Существенно То что Человек Будучи Инвалидом Колясочником Смог Вот это Преодолеть Конечно Наверное Дома С этим Проще Но В чем То проще Дома А в чем То может Быть Проще Заграницей Я не знаю Ну в общем Я подумал Что это Достаточно Интересный Будет Сюжет Вот Ну посмотрим Если человек Легально Оказался В Америке Но не Смог Найти Если он Является Легальным Жителем Страны И у него Нет денег Ну он Идет по категории Бедный То соответственно На него Распространяются Все Значит Программы Которые распространяются И на граждан Тоже То есть Он может стать На велфер Он может получать Фудстемпы Он может получать Бесплатную Медицину И так далее Конечно Конечно Тонкость в том Что Некоторые люди Умудряются Вот так Они с самолета Сошли И сразу Бегом на велфер И сразу Бегом на все Эти программы И так далее И Периодически Легальные Жители страны Могут получать Если вы Прослушаете Тех Кто здесь Легально Не по визе Въехал Легально А имеют Гринкарту Вид на жительство И Люди Приезжают И вот сразу На эти программы Скачут Но Когда они По гринкарт Лотереи Приезжали Им Надо было Подписать Там бумажки Всякие Что они Не будут Сидеть на шее У общества Что у них Есть достаточно Средством И так далее Ну Всякое бывает Поэтому Если они Оказались на велфере Через 3-4 месяца Это один разговор Но если они С самолета Сошли И сразу туда То в этом То в этом Есть как бы Элемент Мошенничества Это так называемый Иммигрейшн фрод Они обманули Консула Рассказывая Своих намерений Это одна из причин Почему Хотят закрыть Гринкарт Лотерею Несколько лет назад Статистику Опубликовали Что там Примерно 2 трети людей Приехавших По лотерее Оказываются На велфере Это совершенно Не то Для чего Эта программа Существует То есть У нас на велфере Своих хватает Смысл же был Не в этом Поэтому Есть поддержка Конечно Что там Здесь никто Не голодает На улице Никто не живет Там Не умирает Без медицинской Помощи Нет Нет Такой Ну нет денег Значит нет Что ж теперь дело Значит платят Те у кого есть За тех у кого нет Наверное Нелегко Адаптироваться В новой Высокоразвитой Стране Это зависит От того Какой человек Понимаете Какую планку Он перед собой ставит Если вот он Допустим У себя в стране Работал Как савраска И был нищим На самой простой Даже работе А здесь Он на самой простой Работе Будет работать Как савраска Он будет Но если там Не богач То будет Очень нормально Жить И домик у него Будет свой Автомобильчик У него будет И отдыхать Он поедет И так далее То есть Он будет жить так Как ему Никогда бы Не жить дома Сделали бы Гринкард Я извиняюсь Я пропустил Вопрос Что-то у меня Сегодня Моя поддержка Не работает На Здесь вот На писишки Да Что-то совсем плохо Застряло там Так Давайте Может быть Я их Перегружу Как-нибудь Так Раз Два Лайк Даже не знаю Что сказать Почему-то Вот Да Едут многие Без языка Хорошего опыта Работы Им сложно Денег нет Вот и сидят народ Едут люди Не подготовлены Очень много Почему выгодно Купить дом Когда платишь Много налогов Ну Дом Выгодно Не знаю Где выгодно Где просто удобно Где и выгодно И удобно Но смысл в том Что Те деньги Которые вы платите За Моргидж То есть Возвращаете банку За ипотеку Да Вот процент По ипотеке Это Эти деньги Списываются С налогов Поэтому Если вы Просто арендуете Там что-то И платите Грубо говоря Три тысячи Месяц Там за дом За аренду дома Так Вы должны Сначала заработать Потом заплатить налоги И у вас останется Три тысячи Чтобы платить Ну допустим Пять заработали Две отдали налоги Три заплатили За снимаемый дом Если у вас Есть Квартира Если вы Купили дом Там или квартиру И заплатили Три тысячи То из этих Трех тысяч Может быть Там две семьсот Это ваш Интерес банку Соответственно Эти деньги Списываются С налогов Соответственно Вы уже Реально заплатили Не три тысячи А может быть Только Там я не знаю Там тысячу восемьсот Например Вот поэтому Выгодно Кроме того Время же идет И рент растет Со временем А то что вы Банку платите Нет Поэтому через 20 лет Когда вы посмотрите На то что вы Имеете в собственности Во первых Оно выросло в цене Вот если скажем То место где мы находимся Оно за 20 лет Вырастет в цене Раза там в 4 Но оно же еще Кроме этого Не растет Расходы на его Не растут А если вы продолжали Бы снимать Жилье То оно за 20 лет Вырастло бы Ну очень существенно Очень Так что вот Например Я 20 лет назад Ну 20 С небольшим Мы снимали квартиру За тысячу долларов Сейчас такая квартира В аренду Стоит 3 500 Понимаете разница И она растет А мы купили Эту квартиру Тогда И сейчас мы ее сдаем Вот за эти 3 500 Поэтому я знаю И совсем другое дело И она уже выплачилась То есть Мы ее специально держим Для себя Если там В какой-то момент Мы решим Ну или Один человек остался Знаете Всяко бывает Вот Он может туда поехать И там все выплачено И так далее И цена не растет И ты знаешь все свои расходы И так далее Поэтому На Продолжительном Промежутке времени Конечно Собственное жилье Во многих отношениях Лучше Но Мы говорим сейчас о том Что был вот такой момент Времени Так что А как дальше будет Я не знаю Демография же разная Мы же Это самое Мы же Поколение Бэби-бумеров Вот С 46 по 64 год Бэби-бумеры И вот Поколение Бэби-бумеров Экономически Ну как Есть два фронта Да Вот есть фронт Передний И есть фронт Задний Вот передним фронтом Двигаясь Поколение Бэби-бумеров Поднимало Индустрию За индустрией Сначала Поднимали Там допустим Строительство школ По всей стране Игрушек Потом Поднимали Электронику Да Как раз Время такое было Потом Строительство жилья Когда они уже Семьи стали создавать Потом Строительство жилья Для больших семей Индустрия Вот этих вот Mutual funds Совместных фондов Пенсионных планов Это все на них Вот они отчисляли В больших Количествах Деньги Миллиарды Каждый месяц Многие миллиарды Отчисляются на пенсионные планы Понимаете? Но демография Это меняется И дальше Он начинает работать С задним фронтом Она укатывается туда И уже нет Того спроса На дома И уже нет Того спроса На mutual funds И В принципе Может оказаться Что те Боби бумеры Которые пошли на пенсию И они начнут Забирать Вот пишут об этом Что они начнут Забирать деньги Со своих пенсионных планов И в силу этого Цена На ценные бумаги Цены будут снижаться И люди Которые туда Деньги положили И еще не берут Эти деньги Они у них обесценятся Понимаете? Может так Получится Что рухнет Вот этот рынок Инвестиционный Потому что Сначала люди Кладут Кладут А потом они Забирают Забирают Понимаете? И все рушится В этот момент Поэтому Это целый мир Понимаете? Когда я вам говорю Что покупать В известном смысле Выгодно Да? Вопрос-то был Выгоднее ли покупать Или выгоднее снимать Значит В определенных условиях Выгоднее снимать Вот то что Покупать Вот то что мы Испытывали до сегодняшнего дня Да Дальше я не знаю В нашем районе Строют из дерева У нас из кирпича не строят У нас сейсмичная область Здесь кирпича не строят Здесь строят Из цельно тянутого бетона Да Как быть с указанием Адреса На который высылают Грин карту Если нет собственного жилья А зачем собственное жилье? Я не понимаю Нужен адрес Разве для адреса Нужно собственное жилье? Человек Который снимает квартиру У него нет собственного жилья Но у него есть адрес Он может туда получить Значит Когда у вас возникнет проблема Получения грин карты На какой-то адрес Вы легко решите Это дело У вас на даче Скважина для воды? Нет У нас водопровод Зачем же у нас скважина? То есть Наверное есть скважина Но это скважина какая-нибудь городская А у нас водопроводу проходит Как же так? Нет У нас Наша дача это дом Я сейчас кстати не на даче Я сейчас просто у нас дома Значит Дача это обычный городской дом Поселковый Так можно сказать Обычный дом Такой же как у нас тут Такой же у нас там Просто я его называю дачу Функция дачи Есть ли в Америке детские дома? В Америке детей раздают По семьям Им доплачивают за это Дешевле гораздо доплатить Людям Которые берут детей к себе Чем содержать детские дома С персоналом Со всякими делами И детям лучше в семьях Поэтому здесь как-то вот Другая философия этого всего Как американцы относятся к БАДам Типа Биологически активные добавки Это большой бизнес Очень большой бизнес То что вы знаете о существовании БАДов Это только потому Что здесь это большой бизнес Вот когда мы жили в СССР Там этого не было А пришло оно туда Потому что компании Которые все это производят И вот все эти Сетевой маркетинг И так далее И не только они Вот Люди покупают Да конечно А почему же нет Обязательно покупают Это хорошо для тонуса Для Там Ощелачивания Хорошо На даче у соседей Тоже дача Или они живут постоянно По-всякому По-всякому живут Зависит от места Если дача в курортном городке Вот мы например Санта-Крус в целом Курортный город Но Санта-Крус не исключительно Курортный город Там большой университет Там Большая Переработка Сельскохозпродукции Там Есть много чего Поэтому там С одной стороны Конечно есть туристы А с другой стороны Просто люди живут Поэтому Какие-то дома Сдаются Какие-то дома Значит Там просто люди живут Вокруг нас Люди в основном живут Вот там где мы Там где у нас дача Там люди просто живут Вот Но у них и образ жизни такой Знаете Они все время Какие-то партии Там какие-то Вот Тусовки Вы в этом домике Жили раньше Или взяли как дачу Взяли как дачу Сколько стоит Домик метров 150 Это 1500 1500 У нас В городе Вот там где я сейчас Вот тут Где я сейчас Нахожусь Домик 1500 Скверфутов Там 150 квадратных метров С Допустим Там 8 соток земли Ну что-нибудь Миллион 700 Это старый домик Это не новый домик Новый будет стоить Там миллион Два с половиной А вот старенький Такой Вот он столько будет стоить Там года Не знаю Там 58 Как вы думаете Кто станет президентом Я понять не имею Кто же Откуда сейчас Кого бы хотелось Из тех Кто там есть Никого бы не хотелось Время какое Время у нас 10-35 вечера Что вы имели ввиду Когда говорили Что после 25 Дней рождения Не в радость Ну потому что Думаю А чего я добился А уже вроде Возраст такой Знаете Нашли ли сиделку Светиной маме Нашли 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 Это не было Простым процессом Ну Нашли Сейчас я Дням рождения Радуюсь Вот В 25 Я грустил Потому что я спрашивал себя Чего я добился Вот еще год прошел И что Что я сделал За этот год А сейчас Я так не думаю Сейчас я думаю Смотри-ка Еще один год Хорошо Мне уже не надо Ничего добиваться Такого Сколько в среднем Можно получать Месяц на Ютест Я знаю людей Которые получают По 2000 У них На это за ним Уходит Может быть С полгода То есть Потихонечку Это не происходит В первый месяц Но Месяцев за 5 За 6 Вот я знаю людей Которые выходят На 2000 И все Это очень неплохо Описано Есть тема На форуме Говорим про ЕС Ребята пишут И У нас На форуме Zaliv.org Есть раздел Такой Называется Эпистолярный жанр Там люди письма пишут И вот там Есть письмо Очень хорошее Одного из наших Зрителей Который Вот значит Описывает Как он зарабатывал На Ютесте Спрашивает С американского ли Аккаунта Да Я говорил Про американские Аккаунты Но Я хочу сказать Что есть блогер Саша Blackwell Александр Blackwell Если вы посмотрите В моих подписках У меня есть На него подписка Вот Александр Blackwell Я знаю Что он Как-то умудрялся Это делать Вот Как бы Посоветуйте с ним Не будучи Не имея Еще разрешения На работу в США Он тоже умудрялся Это делать Так Как вы думаете Трудное Вскармливание Ребенка Лучше прекращать По инициативе Родителей Или ребенка Я очень далек От этого Я не знаю Это такой Я бы сказал Медицинский вопрос Я никогда Не вскармливал Ребенка Вы слышали Про ротовирус В Америке Есть такой Предпочтительно У детей Я не по детской части Честно Я не знаю У меня есть Две внучки Но я про вирус И ничего не знаю Собирается ли Светлана В ближайшее время Снимать видео Она вот вчера Снимала интервью С Михаилом Бородянским И безусловно Она Там Какие-то планы Творческие У нее есть Но еще раз Светлана Очень чувствительна К хорошему вопросу Вот если есть хороший вопрос Она ее зажигает Я-то могу молотить Просто так Но вот там Любой вопрос Я могу поговорить То есть Мне как бы В принципе Есть что сказать А вопрос Он просто задает Какое-то направление Я могу и без вопроса Собственно Вот А Света Она в большей степени Завязана На вопрос Приходите в Перископ Почаще Дело в том Что я еще Делаю трансляцию В Ютубе И в Ютубе У меня гораздо больше Аудитории То есть Если я в Ютубе Выхожу У меня 200-300 человек Там присутствует А здесь Вы видите Вот 37 Ну Иногда бывает В Перископе Может быть Если не выходной Делать Я не знаю Ну да Может там быть И в 75 И в 80 Но это на самом деле В 4 В 4-5 раз Все равно Меньше Там тоже Живое общение Да Это прямая Трансляция Да Это открытый Такой эфир Открытый Инженер электроник Как по-английски Я не знаю Что вы имеете ввиду Какой электроник Чего электроник Одновременно Можно Ну Одновременно Мне будет сложно Перескакивать С одного на другой Но Мы же делали Когда мы делали Трансляцию Со Светланой Каф Мы делали Одновременно И в Перископе Перископе И в Ютубе Еще на видео Снимали И Один помощник Светланы Был на Перископе Другой помощник Был на Ютубе И вот они Вопросами Значит Там Ее Загружали Средний возраст В США Это Сколько лет Вот уж Действительно Я даже не знаю Что такое Средний возраст Здесь вообще Люди Очень Долго Активны То есть Например Там Свободная женщина Там 42-44 года Это вообще На расхват Женщина Понимаете Она там Вся В творческих Планах Там Свиданки Там Любовь Морковь И так далее И в 50 И в 60 Тоже Что интересно Здесь люди Очень активны Поэтому Я не знаю Что такое Средний возраст Как-то мне Так сложно Сказать В Ютубе Можно ли настроить Оповещение О ваших Трансляциях Может есть Там такая Функция Надо посмотреть Вы знаете Что В принципе Я считал Так Что когда Я подвешиваю Видео То Имейл Идет Тем у кого Подписка То есть Я это Так понимаю А когда Мы уходим С трансляции Нам люди Говорят У нас Не было Имейла Но Я тогда Стал Минут за 40 До начала Трансляции Подвешивать Видео Маленькое И в заголовке Это видео Написано Там В 10 часов Начинаем Прямую Трансляцию Таким образом Люди Которые Не получают Извещение Трансляции Они должны Получить Просто от Видео Да В перископе Безусловно Помещение Бесподобное Я ничего не хочу сказать А в ютубе Я даже не знаю Что делать Я могу Поисследовать Может быть Там есть Какая-то Фишечка Где нужно В настройках Поставить Наверное Есть Я просто Не добрался До нее В Америку Хорошо ехать После 40 В России Все кончилось Садок Начинается Я думаю Что в Америку Хорошо ехать Молодым Так чтобы Эти горизонты Были Так Более Обширными А у нас Когда человек Выходит на пенсию Сразу начинает На похороны Откладывать Здесь так Не делают У человека Есть Life insurance Страховка жизни И Поэтому Там нет Такой проблемы Откладывать На похороны Там Если человек Умер Значит Есть какая-то Сумма На которую Он застрахован Есть ли Рынок ремонта Ноутбуков Есть рынок Ремонта Ноутбуков Там Заработать Вы не заработаете Ну так Не знаю Слеза Комсомолки Так Можно Можно Да Молодым До скольких лет Чего Молодым До скольких лет Я не понял Вопрос Заниматься Ремонтом Лэптопов И прочей Техники И так далее В целом Не денежно Да Есть США Молодым Ехать В США Молодым Я считаю Что молодому Лучше Чем Не молодому Таня Генерал 40 И она Что-то говорит Что чего-то проще Я не знаю Таня Генерал Но ей Она Когда приехала Ей не было 40 Ей было Лет 37 И она Очень Энергичная Таня Генерал Своей 37 Даст Фору Большинству 20-летних Поэтому Так я бы Не знаю Вот Сделали бы Плату За участие В Гринкарт Лотереи Сразу Мошенников А 43 Сейчас Как время летит Господи Правда Ой А так В Америке 3,5 года А у меня Такое ощущение Что вот Вчера Все было Если фишечку В Ютьюбе Не найдете То можно Выходить В Перископ Для нитификации И закрывать его Ой Мало вас В Перископе Ну что вы 37 человек И чего Да Нет Это не те Масштабы Там у нас На сотни Счет идет В Ютьюбе Безусловно Вы правильно Говорите Я должен был бы Посмотреть Как С Оповещениями Там Сделать Мне конечно Странно Что Не срабатывает Потому что Вроде бы На видео Уже срабатывает Мне никто Не говорит Что вы знаете Видео повесили А у меня Не было оповещения Я такого Никогда не получал Сообщения Знаете Вот Поэтому Что тут Что тут Можно сказать То Так Я все таки Пытаюсь наладить Все таки Пытаюсь Наладить Окей Дублирование Вопросов Ну и что Что мало Мы заслуживаем Что то Не поймал Вопрос Убежал Куда то Вопрос У меня Да Аа Ты говорит Чего Нет Знаете Что Не берет Не берет Родной Этого Интернет Эксплорер Браузер Не берет Так Ну давай Тут будем Да А сейчас Вовсе Там 32 33 34 Видите Народ Не так Много Да Что у нас Там Вопросы Есть Господа Так Чего Немножко Глючит На интернете Доступ Что вы думаете Про долги Государств Так Конечно Они же не мне Должны Что я тут Могу Думать Стоит ли Получать Международные Сертификаты Вы знаете Наверное Где то Это нужно Я не могу Даже Предположить Где Поскольку Там где я Работаю Вроде бы Не нужно Пока Еще не В Америке Понимаете Как Если вы Какой Ни Виндос Администратор И у вас Там есть Масса Сертификатов По Виндос Наверное Это неплохо Вместе С опытом Работает Сертификат Без опыта Вообще Никому Не нужен Люблю Я мастерить Руками Я Люблю Но У меня Нет опыта Мастерения Руками И обычно Если я что-то Начну Сделать Руками То я Испорчу Собаку Или кошку Заводить Какую профессию Освоить На старте В США Лучше Приехать С профессией Что же вам На старте Осваивать Вы Освоите Дома Приезжайте С профессией Что на старте Плохо На старте Осваивать Потеряете Пару лет Жизни Ни на что Мало того Если вы Профессию Выберете Не очень хорошую То можете Гораздо Больше Времени Потерять И разочароваться Во многих вещах И так далее Я не понимаю Почему профессию Дома не выбирать А библиотекарем Какого там Безденежно Библиотекарем Там И фиг устроишься А так нормально Все Да Не совсем Та профессия Ни ничего Знаете Все таки С появлением Интернета И как-то У людей Меньше потребности В том чтобы ходить По библиотекам А не так больше На дому Безденежное Потому что это Бюджетное Все И квалификации Какой-то там Супер Дюпер Не нужно Когда ждать Книгу Про поиск работы Понятнее Вот как Вдохновение Будет Так и Напишем У меня пока Видео много А там Посмотрим Сейчас Бум на рынке Айти Сколько Сколько он Продолжится Я думаю Что он С какими-то Вариациями Продолжится Еще очень Очень Долго Вариации Зависят От разных Вещей Социальный Работник Тоже безденежный Зависит От разных Вещей В частности Мировые рынки Понимаете Если скажем В мире Кризис И у компаний И у граждан Нет денег На то Чтобы покупать Там софтвор Или компьютеры Новые И так далее Значит Все это замирает Соответственно Не нужно Столько разработки Не нужно Столько софтвор Соответственно И вот вроде Сработой Плохо становится Шарлотт Друг нашел работу За неделю На 140 кей Я думаю В любом другом месте Нашел бы Наверное Да Шарлотт Совсем даже Неплохое место Вот Значит Что там Грех Жаловаться Вообще Северная Каролина Место такое Нетривиальное Город Шарлотт Насколько я Припоминаю Второй По размерам Финансовый Центр В стране Там очень много Банков Страховых Компаний Это Очень мощный Городок На самом деле И там 140 тысяч Это как здесь Полмиллиона Там Недвижимость Ничего не стоит Инженер-механик Что инженер-механик Как раз Банки нашел Ну правильно Там в основном Работа в банке Скоро роботов Как холодильники Будут делать Да Роботов Роботов Я думаю Там много Ручной наладки В роботах Насколько Полный курс Поджал Селением На Портнов Скул Есть ли Продолжение Это Затравочный Такое Чтобы просто Людям Дать Первоначальный Толчок Джава Можно изучать До бесконечности Селениум Тоже Он абсолютно Неполный Он минимальный Не было Задачи Делать Какой-то Полный курс Минимальный Что сейчас Происходит С Украиной И ЕС Ну я Не там Не там Знаете Не нахожусь Не работаю Из того Что пишут Пишут Что Кавардак Который Сейчас Происходит На Украине Внутри Властных Этих самых Структур Что этот Кавардак Как бы Зачаровывает Запад И Как бы Появляется Некоторое Как сказать Ну типа Надоели Жаней Блин Вот Ты их Пытаешься Вытащить А они Вот Что-то Надоели Не хотят Сотрудничать Вот как-то Так Но Одно Дело Надоели Другое Дело Там Плюнуть И махнуть Рукой Значит Плюнуть И махнуть Рукой Они не Смогут Какая Тенденция В зарплатах Тестеров Поднимается Какое Отношение Американцев К русским Ну В силу Того Что Американцы Понятия Не имеют О том Что происходит В России От них Скрывается Вот то Что там На первом Канале И на всех Остальных Делах Поскольку От них Это Скрывается То отношение Пока Неплохое Пока Неплохое Если бы они Знали Правду Было бы Намного Хуже Вы бы Это Сильно Уже Почувствовали Начала Изучать Айти После Тридцати Пяти Сколько Надо Изучать Жаль Потраченное До Тридцати Пяти Я Честно Говоря Не знаю Что такое Айти Я Начала Изучать Айти Я Не понимаю Этых Категории Понимаете Это Категории Для Людей Которые Вне Айти Для Них Все Айти Тестер Тестером В 35 Прекрасный Возраст Шикарный Вы Абсолютно Ничего Не потеряли Больше Того Тот Возраст Не Возраст Жизненный Опыт Который У вас Есть Который Вы Приобрели Он Вам Очень Пригодится В тестировании Инженер Механик Да Много Работает И Поэтому Даже Не думайте Что вы Что-то Там Потеряли Вообще Не Думайте 35 Совершенно Молодой Человек Пройдет Пару Лет Вы За пару Лет Можете Менеджером Стать Будете Развиваться Очень Многие Стали Будете Развиваться В административной Линии Почему Нет Надо Знать Из Конечно Ну Немножко Но Для Начала Можно Без Него Но Дальше Конечно Надо Знать Водители Погрузчика Понять Не Мею Я Как То Больше С Теми Кто Головой Работает Был Такой Анекдот Я Очень Люблю Жена Мужа Спрашивает Абрам Когда Вы Ходим В Туалет То Что Мы Там Делаем Это Умственный Труд Или Физический Вот Ты Как Понимаешь Мы Бы Кого То Наняли Правильно Вот Поэтому Значит Про Погрузчик Не знаю Я Больше Вот По умственному Вот А Если Что Погрузить Значит Мы Тогда Нанимаем Ну Я Шучу Не знаю Я Просто Из другой Увы Совсем Так Это Сколько Времени Все Коллеги Знают Программирование Закончили Вузы Ну Помилуйте Работайте Да Это Вам Не мешает Найти Первую Работу Начинайте Работать Начинайте Подучивать Тут Подучивать Там Пройдет Там Пару Тройку Лет И Вы Будете Очень Даже Ничего Будете Получать За свой 100 100 110 120 1000 Вот И Все А учиться Дальше Будете Всегда И Безостановочно Айти Как Вы Сказали Или Тестирование Или Программирование И так Далее Такая Область Где Все Что-то Меняется Надо Все Что-то Учить Поэтому За пару Тройку Лет Вы Наверставите То Отставание Которое У вас Есть Светлана Что Делает По-моему Она Что-то Там Со Своим Этим Рейки Нет Она Еще Не Спит Еще Рано 11 Она Там Читает Что-то По Рейке Значит Любят Ли Афроамериканцы Работать Или Живут Как Цыгане В России На криминальные Заработки Я думаю Что Разные Есть Но В основном Работают Почему же В основном Работают Я не видел Здесь На криминальном Я не сталкиваюсь С криминальным Заработком Работают Как же Почему Не работать Выгодно Работать Зарплату Платят Бенефиты У тебя Что же Вы так Это же 10% Населения Страны Это Что Каждый 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 Десятый Преступник Что А можно У вас Пробурить Во дворе Свою Скважину Даже Не знаю А зачем Мне Своя Скважина Мне Своя Скважина Зачем Че Я С ней Буду Делать Ну Допустим Пробурил Я Скважину А там Что Нефть Пошла Или Что Там Лимонад Что У меня Все Жидкости Которые Нужны В доме Они Все Есть Готовить Сами Любите На кухне Жена У меня Любит Готовить Чтобы Вода Была Дешевле Она Дешевле Не будет Все Дешевле Городская Вода Дешевле Кроме Того Городская Вода Она Обработана Там И Санитария Всякая Миша Говорят Нам Это Наташка Что Ли Наталья Привет Друзья К нам Подключилась Группа Блогеров Энтузиастов Из штата Флорида Полуношничают Полуношничают Флоридские Блогеры У них Там Сейчас Два Часа Ночи Наверное Только Что Пришла С Какого Мероприятия Наташа Осознавайся На каком Мероприятии Ты была И Сколько Конкретно Сколько Конкретно И чего Было Употреблено Наталья Проснулась Она А А что Что Среди ночи Просыпаешься Может быть У тебя Кошмар От чего Может быть Тебе Приснилось Что Ты на Работу Пошла И вдруг Ба Кошмар Такой Нет Да В общем Как Сразу Спрашивают Наталью А Кашель Ее Разбудил А да Наташа Была Простужена Последние Дни Как Вы Относитесь К тренингам По Личностному Росту Отвечу Это Смотря Кто Учит Да Есть Люди Которые Могут Поучить Хорошо А есть Такие Что Не Могут Поэтому Тут Что Тут Скажешь Сейчас Есть Вообще Ребята Классные Которые Нет Я думаю Сейчас Наташа Значит Есть Ребята Которые В записях Присутствуют И на Ютюбе Они есть Можно Посмотреть Как Они Вообще Работают И Если Вам Захочется Сильно Вы Можете Поехать К ним На Такой Тренинг Но Дело В том Что Мне Просто Хватает Мотивации Внешней Которые Я получаю Так Вот В интернете То есть Есть люди Которых Я люблю Послушать Ну То есть Люблю Послушать Это Знаете Что Я могу В месяц Час На это Потратить Не то Что Я Через День Могу Себе Это Позволить Но Бывает У вас Рядом Океан Спрашивают Нас Ну Надо Минут Сорок Ехать Тридцать Сорок Сертификат Тестировщика Поможет Быстрее Найти Работу Вы Знаете Это Мне Напоминает Старый Такой Анекдот Поможет Ли корень Женьшень От импотенции Поможет Если Привязать Крепко Поэтому Вот этот Самый Сертификат Если Привязать Куда Нибудь То Наверное Он Поможет Но Вообще То Хотят Люди Видеть Опыт Понимаете Сертификат Какой Нахрен Сертификат О чем Вы Вообще Говорите Это Вас Кто-то Обманул Он Вам Сказал Что Сертификаты Вообще Кого-то Интересуют Не В Америке Так Точно Люди Смой Опыт Есть Нет А Хрен Ты За Сертификат Подходишь Кроме Того Понимаете Если Тебе Если Ты Закончил High School И Вот Я Не знаю Тебе Там 18 Лет И Ты Пошел Получил Сертификат Ну Курс Какой Ты Прошел Это Хорошо То Ты Хочешь Быть Там Я Тестером Но Ты Хотя Бо После Школы Пошел Поучился Во Ну Молодец То Есть Давай Поговорим Понимаете А Если Тебе 45 Лет Ты Был Всю Жизнь Я Не знаю Кровь Брал На Анализ В Лаборатории И Сейчас Решил Стать Тестером И Говоришь У Меня Есть Сертификат Тебе Мужик Может К 40 Годам Может Еще Что Неплохо Было У Университете Хотя Семестр Другой Джао Подучил Ну Что Посерьезнее А Что Сертификат А Еще Неплохо Опыт А Полно Народу Которые На Ютесте Подрабатывают Есть Люди Которые В Open Source Проектов Участвуют Вот Поэтому Если У Тебя Много Опыта В И Сертификат Есть Молодец Вообще Шикарно Но Даже Если Нет Сертификата Тоже Хорошо 15 лет Опыта В IT Достаточно И без Сертификата Так Все это Все это Условно Все это Очень условно Вам дадут Задачку И все Старит Понятно Ну Да Конечно Задачки Надо решать Что там Но В принципе Сертификат И диплом Это Хорошо Что Вот так Когда 20 лет Человек Говорят В океане Нет штиля На берегу Это Так В океане Нет штиля На берегу Я не понял Смысла Фразы В океане Нет штиля Есть штиль В океане Есть штиль На берегу Есть штиль Ветер Есть Ветра Нет Почему же Всяко Бывает Ну У нас Тут Такой Океан Что Он Такой Бушует Решаете Задачки Логические На ум Как развиваете Ласточка Я учился В физико-математической школе В школьные годы И вот мы там решали задачки Ну не такие вот Примитивные Как вы сейчас рассказываете А серьезные Математические Олимпиадные Журнал Квант Такой был Мы все выписывали Журнал Квант Решали задачки По математике По физике Были такие задачники Большие Серьезные И там вот это все На развитие мозгов То есть я этот период Развития мозгов С помощью логических Задачек Прошел в возрасте 15-16-17 лет Не знаю Насколько это повлияло На мои мозги Но в общем-то Решалось нормально Ничего страшного Врача надо Можно вызвать Можно Конечно Деньги есть Вызывай А почему Не вызвать врача А вы не смотрели Краткометражный фильм Математик И черт Вы знаете Что Я смотрел Но я не помню уже Смотрел Да Решила спросить Сейчас Жду просто Да Там черт Уселся задачки решать Я помню Да Забавный спор Юридическое образование Получено в России Можно ли подтвердить В США Или нужно учиться С нуля С нуля не нужно Нужно Поучиться Поучиться Один год Есть такая программа Называется Мастер Инло Мастер Инло И После этого Мастера Инло Всего один год Вы можете пойти И сдавать Экзамены На поступление В коллегию адвокатов Так называется Бар Вы можете сдавать Бар экзамен Вас допускают К сдачу Бар И когда вы сдали Бар То вы Полноценный Американский адвокат Осталось найти работу Ну или начать Собственную практику Пожалуйста Вы можете начать Свою практику И работать на себя Фильм Игры Игры разума Смотрели Я не Я не помню Ребят Я Наверное Не знаю Я вообще Мало фильмов смотрю Не то чтобы я Вот там Оттуда Масса удовольствия Получаю Я если смотрю Что-то То я люблю смотреть Развлекательные Такие передачи Вот голос Дети Мы вчера смотрели Какая сейчас У вас цена Бензина за галлон Что-нибудь Два пятьдесят Два шестьдесят Наверное Я не очень Слежу Ну потому что Я же не могу На цену повлиять Пришел Заправился По-моему так А может Два семьдесят Вот так Вот так вот Нужно ли подтверждать Знания при переводе Диплома Ну при переводе Ничего не нужно Там перевели Перевели Что там проверять Это же Незнание Леонардо Ди Каприо Получил Оскар Ай молодец Слушай Получил Оскар Молодец Да Значит А что бы ему Не получить Оскар Если приличный человек То что бы ему Оскар не получить Если заслужил Так пусть ему Будет Оскар Я думаю Что он рад Вот Значит Математики Да В общем Я когда смотрю Что-нибудь Мне больше отдохнуть Хочется Чем мозги напрячь У меня мозги И так напряженные Весь день Поэтому Вот мы смотрим Что-нибудь такое Вот я Я смотрю Вот в основном Или там Битвы экстрасенсов Такой вот Занятненько Или там Голос Российский Украинский Вот сейчас Голос дети Мне очень нравится Здорово Там Детишки Потрясающие Вот А так Можно в любой момент Уйти В любой момент Остановиться А смотреть кино Это уже слишком Такое Большое Обязательство Верю ли я В экстрасенсов В спутниковые ТВ В спутниковые ТВ Верю Давно вас Не видела Привет Светлане Верю ли я В экстрасенсов Я верю В существование Некоторых вещей Которые Такие Паранормальные Явления Ну конечно Да Не то чтобы Каждый человек Который говорит Я вот сейчас могу Сейчас я вам сделаю Не то чтобы Он может Много Хотя может быть Он чему-нибудь Все равно может Поскольку я сам Немножко могу Тоже То я как бы Конечно верю Да Конечно верю Но дальше Должен быть Класс у человека Понимаете Есть люди Высокого класса Которые чудеса творят А есть такие Что Не очень Вот Понтов Там они Какую-то одежонку На себя накинут Там пальцы в кольцах Ну Ну и чего теперь Но Я вам скажу так Что если вы пойдете К нему лечиться И будете верить В то что он вам поможет То вероятность То что он вам поможет Кардинально возрастает Вера Вера лечит Воздастся вам По вере вашей Да Верите в глаз Милые А как же А как же Если вы спросите себя А что такое Сглаз Если вы переведете Это на язык Обмена энергиями И так далее А как же Что ж там верить Сглаз так же реален Как например Донос в НКВД Понимаете Абсолютно реальен Все Еще раз Если вам кто-то говорит Дайте мне 100 рублей Я уберу Сглаз Это не значит Что у вас есть сглаз Не значит Что я например Верю Что этот человек Способен убрать Какой-то сглаз Он может вам Наговорить там Стрекором Но Так что Атеисты Обычно В сглаз не верят Это к Богу Вообще никак не относится Атеизм И сглаз Не связано Никак Красные А в красную Нитку на руке Верите Я не знаю Что такое Красная нитка на руке Я не пользуюсь Мне без разницы Но если вы верите Что красная нитка На руке Вам в чем-то помогает Так же как крестик Там например Значит поможет Очень многим людям Он поможет Просто потому Что они верят Или от того Что он допустим Проглотит Леденец Который заговоренный И снимает сглаз Вот И он проглотит Этот леденец И почувствует Что у него Сглаз ушел Я вообще Не считаю Что Как сказать Такие средства Лечения Целительства Да Они какие-то Плохие Вот если Например Человек Вот врач Да Врач Он пришел И он вам что-то сказал И он уверенный И он такой И все дела И это на вас Производит Целительное воздействие Понимаете Разве мы Врача за это Осуждаем Мы говорим Хороший врач Он не только лекарством Но еще Вот еще чем-то Если вы посмотрите На лекарства Когда их испытывают Там И какие результаты И так далее Там есть контрольная группа Которые дают Пустышку И в контрольной группе Тоже результат Не нулевой Понимаете Не нулевой Бывают Бывают такие лекарства Что от контрольной группы Практически не отличаются Что контрольная группа Что лекарства Так тоже бывает Поэтому Я не против пустышки Если человек верит В пустышку Это хорошо Значит есть шанс Оздоровится Знаете ли вы Лайтмана Ну Я знаю Да Ну и чего Да Я не изучаю Кабалу Я знаю людей Которые у него учились Да Конечно Это известный человек Он Он и на ютюбе Там полно видео с ним И так далее Конечно Он очень известный У нас сотрудница есть Которая ездила К нему Из Питера Там на полгода Изучала Кабалу Я заговариваю А тернии может еще и будут Какие-то Или вообще ничего не будет Вот у Сантыкова Щедрина Есть сказка Такая называется Премудрый пескарь Вот почитайте где-нибудь Премудрый пескарь Страшная жизнь Прожита Рыбкой Вот В Америке Есть альтернативные Медицины Разрешаются ли Властями Есть альтернативные Да Сколько хочешь Вот Из Тамбова Оооо Прям вспоминается Тамбовский Волк Там из кинофильма Тебе товарищ Волки есть там в Тамбове Или уже извели все Уже всю специфику Края Гропнули Небось Ну В общем Чего я хочу сказать Есть такие Знаете Воинствующие Материалисты Мои Чиновники Волки Есть такие Воинствующие Какие-то Понимаете Религиозные Люди Вот Бывает Православие Головного мозга А бывает Атеизм Головного мозга Понимаете Одно другого Не лучше Честно Из Луцка Нас приветствуют Поэтому Если с головным мозгом Проблемы То это уже не важно В каком месте Там эта проблема Возникла Существенно Что мозг с проблемой Поэтому Я так считаю Значит Люди открытые У них есть шанс Что-то докопаться А Другие люди Говорят Это ерунда Это бред Это то Это все Это верующие Они веруют В материализм Они веруют Там В отсутствие Там Я не знаю Всякой почвы Там под религией Это верующие люди И вера Их основана Ни на чем Хотя в основном Они веруют В то что Они Лично Они Являются Носителями Истинного знания Истинного Потому что это они Если это я Значит оно истинно Вот я считаю Что этого нет Значит это истина А все остальные Они Шарлатаны Козлы Еще кто-то Это Это превалирующая Тематика Вот когда начинают Что-то обсуждать А все же на этом уровне Происходит Где вы видели Серьезное обсуждение Чего бы то ни было Может они где-то Спрятались Там и серьезно Обсуждают Если не хотели Обсудить Но это же Не публичная тема Такая Вот сейчас Пришел куда-то Обсудил Сразу набежит Куча умников Скажет Что этого нет Потому что Учебники физики За шестой класс Этого нету Ну правда За шестой нету А за седьмой Они не читали Может и там нету А может и есть Девятого мая Смотрите парад На Красной площади Нет Нет Не смотрю Я знаете Сколько парадов смотрел Вам Вы столько не видели Я парадов много смотрел О чем любят Поболтать американцы Да о чем угодно Но Они в основном Не очень любят Поболтать С незнакомыми Так точно Со знакомыми У них вообще Я даже не Они не здоровы Болтать Вот на какие-то Широкие там Широкий круг тем Там и так далее Это нужно Очень так В доверительных отношениях С человеком быть Чтобы вдруг Он тебе начал Что-нибудь такое рассказывать Вот Поэтому Это больше русские Там любят Поболтать И заполить Кто же В Бога верите Даже не знаю Что сказать Я вообще-то Атеист Вот В Бога Который сидит На тучке С бородой И там что-то Колдует Такого Бога Точно не верю Вот Ну а так вот Есть там другие Всякие вещи Которые этим словом Называют Понимаете Это же вопрос Как назвать Есть разница Между русской Американской Дружбой Да Конечно Очень существенно По прибытии С визой H1B Через сколько Месяцев Можно подавать На грин карту А можно подавать Даже до прибытия Можно даже Не иметь Визы H1B И уже подавать На грин карту Только не вы можете Подавать А компания На вас может подавать А вы Атеист С детства Да Я вырос В атеистической Семье Вот В чем разница Я не понял Вообще О чем речь К чему Относится Разница Надо верить Только в себя Свои силы Самому С визой Нельзя Подавать Нельзя H1B На грин карту Самому нельзя Вы все Знаете Так Прям все Знаете Сыну 14 Он тоже Бога не верит Ну Еще раз Я не знаю О чем вы говорите Может быть С ним поговорить Там 10 минут И выяснится Что он абсолютно Верующий человек Что такое Бога не верит Я не знаю О чем вы говорите Вообще Разные люди По разному Понимаете Словом Бог Там два десятка Человек Назовут Два десятка Совершенно разных Вещей В чем разница Международная Американская Русская дружба Другая 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 Не Не лезут В душу Сохраняют Всегда Личное пространство Очень уважают Не навязываются Никогда Не пристают Нужна помощь Обратишься Тебе помогут Не обратишься Могут и не предложить А могут предложить Но так Очень деликатно Как относитесь К бракам С разными Чего не понял С разным чем Вот Так что Другая Нас Пионеров Учили верить В светлое будущее С разными Верами Это дело Двух людей Вот есть человек У него одна Там Какая-то религия А есть человек У него другая Значит Они друг с другом Договариваются Иногда Один человек Переходит В религию Супруга Иногда Они в состоянии Это все Как-то так Не конфликтующее То есть Они оба Уважают Религию Другую Своего супруга И Очень хорошо К этому Относятся И я знаю Людей Которые Например Там пары Они ходят Друг с другом На службу Один с одним Другой с другим Так что Вот скажем Там Мусульманин Может ходить Там Не знаю В какую-то Баптистскую церковь У него жена Баптистка А та с ним В мечеть Вы бы хотели Иметь сына Я даже Не могу так сказать Потому что У меня вообще Девчонки все Я так привык Что мне кажется Я бы еще лучше Там девочек Побольше У меня было Ну Не знаю Было желание Такое Когда у меня Детей не было Я думаю Вот мальчик Я знаю Что с ним делать А тут Как вы считаете Почему в странах СНГ Такая ненависть К геям Лесбиянкам Ваш вопрос Можно понять Ответ на него Только в Только в контексте Общего Общего мировоззрения Места Это место Где ненависть Является Нетерпимость Ненависть Является Краеугольным Камнем жизни Общества Вот Я даже Когда например Вижу Баптистов Американских Например Там Евангелистов Пятидесятников И вот например Тех что приезжают Из Украины Россия Это разные Баптисты Евангелисты Понимаете Они Если американские Они все Приемлющие То эти Все отвергающие Нетерпимость Неприятие Ненависть Во всех видах И И вот значит Они Соответственно Ко всему Но есть привычные Как бы Есть привычно Ненавидимые Объекты Привычно Ненавидимые Привычно Ненавидимые Объекты Назначенные Религией Православие Назначило Объектом Ненависти Евреев Обвинив Их В смерти Христа Это сделало Православие И то что Сейчас люди Неверующие Продолжают Ненавидеть Евреев Это уже Как бы Наследие Тысячелетнего Насаждения Ненависти К евреям Соответственно Вот эти Отношения Однополые Фундаментально Противоречат Религии Абсолютно Любой Религии И Ну Из основных И ислам И христианство И иудаизм И так далее И Религия Этого не Приемлет Религия Этого Не приемлет Поэтому Соответственно Ненависть К этим людям Неприятие Этого Это Насаждалось Религией Неприятие Конфессии Других За пределами Православия Насаждалось Православием Они Насаждали Нетерпимость Вот в царские Царские годы Правления Они Насаждали Нетерпимость И к христианам Тоже И к лютеранам И к Там Я не знаю Там Протестантам И так далее И я уже Не говорю Там про какие-то Секты Там Внутри Православия Староверы Ну чего Вот им Староверы В конце концов Ну что же Свой же народ Там И все Поэтому В основе Общества Была нетерпимость Это Краеугольный Камень Мы видим Кого-то Мы его не знаем Мы его боимся Мы думаем Может быть Гад какой-то А может Нет Мы не знаем Ну так Мы Сомневаемся Потому что У нас есть опыт Большой Исторический И у нас Чужак Это Значит Мы его боимся Поэтому Так Значит Общество Религиозное Верующее Общество Оно Не может Принять Однополых Отношений Я Разговаривал С одним Ну не батюшкой Прист Это называется У них Неконфессиональная Неконфессиональная Такая Христианская Группа То есть Они вне Каких-то Конфессий Они Не Баптисты И не Протестанты И не Такие И не Секи Вот Християне Вот Типа Типа Значит Как сказать Первых Христиан Такого Плана Вот И Я его Спрашиваю Слушай А у тебя Есть Тут Вот Например Там Ну Нетрадиционная Ориентация Он Говорит Ну я знаю Что есть Но мы Даже Боимся Ну Официальная Линия Какая Мы вообще Боимся На эту Тему Даже Говорить Говорит Он Потому Что Мы С одной Стороны Не хотим Их Оттолкнуть Вот А С другой Стороны Оставаясь В рамках В того Что они Все-таки Христиане И так далее Они Как бы Сказать Ну а Что же Что делать То Понимаешь Вот Такой Компромисс Они Уже Просто Молчат Чтобы Не Поставить Себя В состоянии Когда Они Должны Определиться Что Они Больше Вот Верующие Или Несильно Верующие Или Как с этим Быть Поэтому Так Кроме Того Понимаете Власть Власть Должна Каким То Образом Консолидировать Массы Вокруг Себя Тоталитарная Власть Она Консолидирует Массы Вокруг Себя Через Врагов Вот Посмотрите Какое Значит Государство Германия Демократическим Путем Конституционным Приходит В власти Партия Гитлер И Страна Расколота Потому Что Три Примерно Три Партии Набирают Примерно Одинаковое Количество Голосов Фашисты Коммунисты И Социал Демократы Набирают Примерно То есть Разница В голосах Была Микроскопическая И Канцлер Тогдашний Значит Канцлер Германист Сказал Или кто Он там был Президент Я боюсь Собрать Должность Ну да Он Президент Он назначает Гитлера Канцлера И Буквально За несколько лет Слушайте За несколько лет Страна Изменилась Они забыли Про Конституцию Они забыли Про Парламент Они забыли Вообще Обо всем Их Консолидировали Сначала Вот Были Коммунисты Которые Типа Подожгли Рис Так Начали Сворачивать Коммунистов По лагерям Потом Евреи Потом Уже Там Но Дело не в этом Потом Людей Которых Надо было Сворачивать Их Все было Меньше И меньше Потому что Они так Консолидировались Понимаете И вот Значит Вот это Геббельсовская Пропаганда Значит Народ объединяется Вокруг врагов Не вокруг врагов Вокруг тех Кто борется С врагами Понимаете А потом Начинается Вот там Отхапали у Чехии Судеты Судет наш Понимаете Потом с Австрии Амшлюз Значит там Австрия наш И все Вообще Все мозги Потеряли И все И чем Кончилось Вот Кончилось Тем Что Прошло 7-8 лет Выползали Там Из Бумбоубежищ Гитлер Капут Им там Солдат Из полевой кухни Там В алюминиевую Миску Кашу Накладывал Понимаете Полностью Снесло Мозги Одного Из Цивилизованнейших И культурнейших Народов Европы Объединение Против Врага Поэтому Да Немцы Кстати Патологически Не принимали Гомосексуализм Они их уничтожали Так же Как Евреев И цыган И И гомосексуалистов Тоже То есть Понимаете Какая история То есть Нужны враги Без врагов Как ты соберешь Народ Есть теория Что Форд Приплачивал Приплачивало Гитлера Да что теория Господи Кого сейчас Это волнует Значит Что там Что сейчас Говорить Что было Там 80 лет назад Кто кому денег давал Как относится В США К людям С ВИЧ Хорошо Относятся А что же они Как к ним Относиться Хорошо Относятся Болеют люди А если у него Тиберкулез Как к нему Относиться А что За что Цыган Убивали Не соответствовали Представлениям О том Как вот Должны жить Люди Вообще Низшая Раса Какая-то Они Ну А за что Славян Уничтожали А про геноцид Армян Что думаете А что же я могу Думать Я знаю Что Как бы Во многих странах Европы Как бы Геноцид Принят Признан И Я знаю Что Буквально Совсем Недавно Конгресс США Готов был Проголосовать За признание Геноцида Армян То есть Там Обама Грудью лег Чтобы они Не голосовали Они не поставили На голосование Потому что Он говорит Ребята Мы не можем Сейчас Турцию Обижать Потому что Это наш Союзник Мы без них Просто будем В чудовищном положении С нашими операциями В Ираке В Афганистане И так далее Вы просто грохнете Жизни многих людей То есть Как бы Признание Исторической Там скажем Какой-то правды Обойдется нам Сегодня Тем Что будут погибать Люди Которые могли бы жить Вот он их От этого остановил Поэтому То что я могу Думать Понимаете Тут еще тонкость Какая Дело в том Что геноцид Всегда существовал В истории То есть Это никогда Не считалось Чем-то таким Запретным И Организация Объединенных наций Признала Геноцид Преступлением Я боюсь Соврать Это либо 46-й был год Либо 48-й Вот где-то Вот это В конце 40-х Произошло То есть После После 40-х Это стало Значит Считаться Преступлением В то время Когда турки Значит Там Истребляли Армян Это не считалось Вот таким Международным Преступлением Посмотрите Что Например Произошло С С теми же Судетскими Немцами Да Их выгнали Их выкинули Оттуда Из Судет Там больше Немцев Нету 90% Населения Судет Были немцы Когда Гитлер Прибрал А сейчас Там нету Их выкинули Оттуда Посмотрите Что стало С населением Допустим Нынешней Калининградской Области Кенигсберг Восточная Пруссия Их же выкинули Оттуда Путин Истребляет Русских В своей стране Это Видите Как Я не знаю Как к этому Отнестись Но в этом Безусловно Нет геноцида Какого-то Что взяли Русских И стали их Истреблять Такого нет Он Всем создает Какие-то Проблемы Как бы В всей стране Так же Как коммунисты Например Они может быть Дополнительно Плохо Относились К евреям Но они И к русским Не относились Хорошо В том смысле Что давали им Прикурить Тоже То есть Не то Что тебе За то Что ты русский Какие-то Льготы Были Нет То есть Всем было Плохо От коммунистов Было плохо Всем Но евреям Еще добавляли За то Что они Евреи А немцам Добавляли За то Что они Немцы И немцев Тоже Очень Притесняли И И не только Там еще Были группы И баптистам Там Пятидесятникам Тоже Добавляли Они там По тюрьмам Сидели За отказ От службы В армии Так что Что тут Сказать Не знаю В общем Я к чему Говорю Что Так уж И плохо Было Ну вернитесь Назад Если вам Там было Хорошо Вернитесь Вы же можете Всегда вернуться Назад К коммунистам Вы собственно Недалеко ушли Вы думаете Вы далеко ушли Нет Абсолютно Абсолютно Единственное Что конечно При коммунистах Власть Не Вывозила Миллиардами Наворованное За границу Вот этого не было То есть Конечно Они Создавали себе Какие-то там Пайки Льготы И так далее То есть В этом смысле Конечно Стало Какое-то ухудшение Произошло С другой стороны Власть Перестала Удерживать вас В собственной стране Они говорят Да валите нафиг Мы будем воровать А вы можете ехать Куда угодно В наше время Они говорят Мы не воруем Ну и вы суки Жизни не будет у вас Поэтому То есть Такое Баш на баш Произошло Я Я не думаю Что Вам захочется Если бы вы могли Сравнить Даже тот бардак Который сейчас Происходит Значит И С тем Что было при СССР Вы бы предпочли Нынешний бардак Вы бы не предпочли СССР Я вас уверяю Если бы вы могли Сравнить Вот так Как мы сегодня Можем сравнить Что вы ребята Что вы Это хорошо Знаете Когда старички Там У которых все в прошлом И у них впереди Ничего нет И они начинают Вспоминать Вот там было хорошо А если вы молодые И у вас все впереди Вам того прошлого не надо Это точно Это Это сто процентов Не надо Поэтому Все таки Мир движется вперед Какими-то Ну Знаете Немножко Перекос туда Перекос сюда Волнами Все это происходит Не Как бы Неравномерно Так Но Но все равно Движение вперед Остановить нельзя Гарантии Социалистические Была только Одна гарантия Что ты подохнешь Так никогда И не пожив По-человечески Это было абсолютно Гарантированно Ничего больше Там гарантированно Не было Скотская жизнь Только Да Что-то ведь Было и хорошее Мы молодые были Мы были молодые И это было хорошо Поэтому Если мы что-то Хотим вспомнить Хорошее Молодые были Любовь Морковь Энергии много Энтузиазма много Вот Так что Квартиры были у всех Квартир не было ни у кого В детсад попасть Было крайне сложно Люди по 30 лет Стояли в очереди Чтобы получить квартиру Жили в чудовищных условиях Значит Квартир не было Телефона не было Что вы там про квартиры Говорите Телефона не было Мы 30 лет не могли Телефон поставить Значит Сейчас нормально стало Сейчас появилась Сотовая связь Так тебе уже И городская линия Не нужна Понимаете А Телефона не было Вот так К будке подходишь Там телефон разбит К автомату С газировкой подходишь Стаканы Алкаши разобрали На выпить Так что Ей богу Ничего Это я еще в Москве жил Ребят Я жил в Москве Где было Как ну Относительный коммунизм Но я при этом еще довольно много ездил по стране Я вам хочу сказать Что Волосы дыбом вставали Просто Криминальная обстановка Как была в СССР Я думаю по разному была В Москве тихий город Был Много милиции Относительно тихо было Колбасные поезда Помните Я отлично помню колбасные поезда Но это счастливые люди Они могли приехать в Москву И набрать колбасы Вы же из Новосибирска За колбасой не поняли Вы едите В Москву за колбасой Ехали из Московской области Из Тверской Из Владимирской Там Не знаю Вот оттуда Калининская Не Тверская Тогда была Калининская Брали самолет И мы Конечно Если бы при случае Были в Москве Вы бы конечно взяли бы Но специально ехать в Москву А вы видели бы инвалидов Люди с собой тащили инвалидов в Москву Ветеранов войны Которые Они подходили к очереди Там с этой С инвалидами Он там без очереди набирал Ну там 5 человек И с инвалидом И этот инвалид взял Значит они там оприходовали Инвалид снова взял Они оприходовали Инвалид взял Они оприходовали Вот так и жили Да У любой системы есть минусы Я просто говорю о том Что там жизни хорошей не было Жизнь была омерзительная Так что Я стоял 3 часа за запогами жене Я стоял 8 часов однажды За шубой Для ребенка Цигейковой Цигей Нет Овчинка Овчинка Грубая За овчинковой шубой 8 часов в очереди стоял Отечественная И Она и недорогая была Она просто не была Народ был сплоченнее Народ в беде Или на войне Всегда сплоченнее В беде А вот когда очередь за водкой И они Тебе там пасть порвут А так Такую страну просрали Мечта Она была обречена В принципе Не то что там Если бы она сохранилась Вот как была Это была бы вот примерно Как Северная Корея сегодня Вот она такая же точно Была бы Если вы хотите понять Вот что вы потеряли Вот Северная Корея Были плюсы тоже Относительно чего Я не знаю Относительно чего В магазинах все было Денег не было В магазинах ничего не было Что было в 61 году Я отлично помню 61 год В магазинах вообще Ничего не было Вы что говорите В 61 году Муку выдавали по талонам Мы с родителями ходили Меня брали с собой в ЖЭК Там на меня полагалось 2 килограмма муки на праздник Что там было в этой стране Вы не представляете Как люди одеты были Они ходили как Вы себе представить не можете Во что были одеты люди В 61 году В Москве Там не было импорта никакого Ну в лучшем случае Там из Генгрии Что-нибудь подвезут Или из Болгарии Я не знаю Вы не представляете Насколько не было ничего Ни за деньги Ни без денег А 68 Все было из продуктов Ничего не было из продуктов Вы чего В 68 мне 12 лет было Я отлично помню 68 Вы чего Ничего не было Со Светланой моей поговорите Она вот из Киева Столица Украины Вот она вам расскажет Что там было Да Так что Может Почему Ребят Если ты не шил сам Или мама у тебя не шила Хорошо Так ты вот Ты ходил как беспризорник Вот то что можно было Купить там в магазине Импорта не было Ничего такого Не завозили За пределами Москвы Импорта вообще не было Я объездил всю страну Я вам могу сказать Импортные товары Можно было встретить Только в Москве У меня Брат Двоюродный Он Моряк был На Северном флоте Капитан первого ранга И все такое И вот они Когда в Москву Приезжали И они Как же так Они говорят Вот мы вот за это Платим бонами Боны это как бы Такие эквиваленты Валюты Морякам выдавали Валютой Они там у себя В Североморске Покупали на валюту То что в Москве Там можно было Купить импортное А импорта вообще Нигде не было В закрытых городках Военных Там где-нибудь Тебе там По талонам Раздавали И так далее А сейчас Чего хорошего Богатые хорошо Остальные рабы Сейчас ты можешь Уехать оттуда Ты можешь уехать Оттуда Ты не раб системы Ты раб своей Привязанности К этой системе Ты больше не раб системы Тебе дали свободу Отменили крепостное право Понимаете Отменили крепостное право Когда отменили крепостное право Крестьяне не радовались Они говорили Как же так Разрушен привычный быт И что теперь делать Многих устраивало крепостное право Они плакали по нему И скучали Понимаете Теперь некому за собой присмотреть Некому обратиться Когда там помощь нужна Или что-то Надо все зарабатывать Отменили крепостное право Граница открытая Вали Да Так что Свободой разучили Использоваться Те, кто Имел свободу И хотел свободу Их повыбили все Остались те, кто Вот значит Мыть ли туалеты в Штатах Я никогда не был Туалеты в Штатах Вот я 25 лет здесь живу Туалетов никогда не мыл Не знаю Я вам скажу больше того В России, Украине и так далее Есть масса народу Которые сегодня моют туалеты В широком смысле Копают Кувалды долбают Там напильником Может что-нибудь там опиливают И так далее И они Перебравшись в США И делая ровным счетом То же самое Они будут жить Просто как короли По сравнению с тем Как они сейчас живут Убирая, я извиняюсь Туалеты И я не вижу Почему человек Который убирает туалеты Он в меньшей степени Человек Или он заслуживает Меньше уважения Или он Чем-то хуже Растопыренного Там я не знаю Там вот он ходит И ничего не может И говорит Я туалеты мыть не буду А кому-то нахрен нужен Туалеты мыть Туалеты мыть Не каждого возьмут Понимаешь Туалеты мыть Не каждого берут Потому что должен быть человек Который Хорошо Делает эту работу А если ты смотришь На это с каевой рожей Кто тебя возьмет Туалеты мыть Тебе пинка дадут И скажут Иди отсюда Инициативные Не нужны Почему Если вы решите Что-то украсть Вы может быть Будете востребованы Я не знаю Я не берусь судить Понимаете Инициативные Не нужны Не нужны Вот Поэтому я что хочу Сказать Что Если ты Чего-то стоишь В том смысле Что ты Способен Удовлетворить Потребность Общества В каких-то Услугах Товарах Там и так далее Значит тебе Хорошо В Америке Если ты Достигаешь Этого Через Взятки Откаты Нарушения Закона Преступные Схемы И так далее И так далее Тебе в Америке Придется сложно Здесь может быть Тоже это где-то есть Но как бы Оно в таком Серьезном Андерграунде Понимаете Вот А люди которые Хорошо работают И честно Они очень хорошо Зарабатывают Поэтому фраза Насчет мытья Туалетов Она как бы Показывает Незрелость В понимании Проблемы Вы сами Писали Что западло Было работать Не по профессии А я не мог Работать по профессии У меня не было Такой профессии По которой я бы мог Нормально работать То есть Я думал Что вот я бы хотел Чем-то заниматься Я очень плохо Ориентировался В обстановке Если бы я тогда Ориентировался В обстановке И допустим Был бы какой-то рядом Миша Портнов Который бы мне сказал Значит так Делаем раз Делай два Делай три Я бы через три месяца Уже работал инженером Электронщиком Кем я был до этого Машинопись Это же первая работа В китайском центре Это Первая была в корейском Но это не Вторая в китайском Да Но Меня Да Мне очень хотелось Этим заниматься Но я не был туалетов Мне хотелось Я считал Что у меня там Что-то такое Вот Я по ошибке Это делал Я по ошибке Это делал Потому что Потому что Если бы я тогда Понимал То что я понимал Через несколько лет Я бы конечно Сразу пошел Работать инженером Электронщиком Я бы сказал Себе Вот я потрачу Там три-четыре месяца Я получу Я получу язык Для профессии Я пойду по ребятам Мне сделают нормальное Резюме Но мне не хотелось Понимаете Что я этого больше не хочу Таким образом Мой мозг освободился У меня ушел комплект Что вот Я приехал в Америку И не состоялся В том смысле В каком я хотел бы Я состоялся Только меня это не устроило И тогда я уже поменял Ориентацию Вот эту вот И пошел в инженеры И по воле и случая Стал тестировать Я мог бы По той же воле и случая Например Начать программировать Или там допустим Я не знаю Настраивать какую-нибудь Электронику Вышло так Что я стал тестировать Но я ушел От машинописи В инженерию Снова Я вернулся Но если Если бы мне кто-то Сказал вот раньше Так я бы Господи Да если бы был интернет Да были бы ребята Да я бы с ними В скайпе там Поболтал Мне было с кем поболтать Весь наш институт связи В Америке Понимаете Но не было же скайпа Не было интернета Не было ничего Были письма Вот бумажки Зачитанные От руки написанные Которые там По сто раз Из рук в руки Ходились замусоленные По частям складывали И читали эти письма Чтобы понять Вообще Куда мы едем И что происходит Другой мир был бы Если бы остались бы В РФ Чем бы сейчас занимались Меня может живых Бо уже не было Вот масса народа С которой мы когда-то Начинали В бизнесе Их живых давно нет В 90-е Покосило Я не знаю Поэтому я не знаю Я бы определенно Был другим человеком Не таким как сейчас Какой вектор у вас Сильный Оранжевый вектор Оранжевый у меня На третьем месте У меня на первом месте Желтенький Поговорить Покушать На втором месте У меня По-моему Красный А потом Оранжевый От рождения У меня Оранжевый Загнанный Там почти ничего нет То есть я Я по рождению Такой совершенно Бессеребряный Но Поскольку я Бизнесом занимаюсь Туда-сюда У меня это развилось Ваши сограждане Все в шоколаде Тут А где тут-то Как узнать Свой вектор Надо взять тест На сайте У Михаила Бородянского Там не один вектор Их 8 Сайт называется PSY Как слово Psychology PSY8.ru Прямо приходите Там тест И книжка там же В которой Интерпретация Всех этих векторов Есть Вы увидите Надо сказать Что ребята С которыми Мы учились В Москве В институте связи Они все Очень неплохо Устроены Вот я вам Могу сказать Там в России Они все Там где-то С интернетом На каких-то Там центрах Связи Там Что-то такое Абсолютно Все очень хорошо Зарабатывают И очень нормально Все устроены Если брать Тех Кто со мной В школе Учился Математической Тоже Практически Все нормально Устроены То есть Они вписались Они вписались Кто-то в бизнесе Немножко А так Они в основном Ну они может быть Не миллионеры Какие-то Но они вписались Кто-то Запкафедры Доктор наук Ученый Туда-сюда Вот Я не горел Желанием Переехать Это правда Жена Меня так Да Поэтому Они все Абсолютно Вписаны В систему Наверное Я был бы Вписан Но я уже Бизнесом Занимался Я уже Я уже Был в каких-то Отношениях Из которых Может быть Мне бы так Не уйти Было В гражданскую Нормальную жизнь Там Не знаю Инженерию Какую-то Или что-то Все-таки Я уже Другими категориями Мыслил Ну в общем Уже по найму Не работаешь Уже трудно По найму И собственно Рушилось же все Где там было Работать Поэтому Я уже Не хотел У меня было Столько идей Столько возможностей Предложений И так далее У меня был Действующий бизнес У меня был Свой собственный бизнес Я его оставил Друзьям И уехал Что же У меня было По найму Работать Все вписались Более-менее Мы Из такого Нормального Поколения Я считаю Ну или среда Может быть Не столько поколения Насколько среда Вот там Физмат-школа Институт связи Вы бы не потерялись Ну наверное Чего же я должен потеряться Знакомый учился у вас Положительные отзывы Говорил Ну это у вас Просто приличные знакомые Потому что Я не думаю Что все Кто у нас учились Они там Все Довольны Потому что Если у человека Что-то не получается Очень многие Из тех Кто не может Или что-то У него не идет Он Всех вокруг себя Обвиняет Кроме себя Самого И так далее Поэтому Я думаю Есть люди Не очень довольные Но Тут есть тонкость Тонкость в том Что Так много людей Через нас Прошли Успешно Что В принципе Если ты с нормальными Людми разговариваешь И начинаешь На нас бочку катить Это в общем-то Для многих людей Признак того Что у тебя Проблемы серьезные Потому что Ну как бы Место известное Не то что Какие-то на улице Объявления на столбе Повесили А потом деньги взяли И убежали Мы на этом месте Двадцать с лишним лет стоим И у нас там Семь-восемь тысяч Выпускников Из них там Подавляющее Большинство работает И так далее Поэтому Я не знаю Вот вы Как-нибудь в жизни своей Видели учебное заведение Куда можно прийти И бесплатно Там повторить курс Который ты брал Неограниченное количество раз Ну если надо В плотины здоровья Я не знаю Лично никого такого Вот Но мы такие Потому что я вижу Зачем мы это делаем Мы же деньги берем Не за то что он Класс брал За то что он Работу должен получить Какой процент Выпускников Устроены успешно Я думаю Что Значит Мое такое Заключение Что те люди Которые хотели работать Работают все Вы можете сказать Ну вот Есть же люди Которые не работают А вроде бы хотели Вроде бы Может они и хотели Но для этого Нужно выполнять Выполнять Определенные телодвижения И телодвижения эти состоят в том, что нужно, скажем, определенным образом следить за своим резюме, чтобы оно не развалилось Нужно рассылать его по определенным правилам, нужно вывешивать его по определенным правилам Нужно отвечать на интервью, то, что тебя учат, а не то, что тебе сказал Вася из соседнего двора и так далее Поэтому это вопрос только времени Вот, допустим, если вы говорите, человек ищет работу, вот через месяц сколько людей найдет работу? Ну, допустим, по сегодняшнему рынку, через месяц поисков, ну, допустим, половина найдет работу А через два месяца, ну, допустим, 75% найдет работу А через три месяца, ну, не знаю, 85% найдет работу Ну, вот таким образом Поэтому я это так вычисляю Но если ты не ищешь, если ты думаешь, что оно сейчас придет, это отдельная тема Если бы я остался в РФ, я бы на жизнь не жаловался Но я был бы другим человеком Я, может быть, тоже ходил бы там, кричал «Крым наш» Я не знаю, я подвержен влиянию, на самом деле, я знаю за собой То есть я и в советской стране был такой идейный Такой, ну, не коммунист, конечно, но такой советский человек был Я, может, и сейчас был бы такой вот идейный Я там учусь сейчас и понимаю, что все только от меня зависит Школа дает все, что вообще возможно А где учатся? У нас портнов компьютерского или что? Мы все подвержены меньше-больше, конечно, абсолютно все И в Америке народ подвержен ничуть не меньше Вы созваниваетесь с Натальей Иквик Ну, периодически, конечно, мы общаемся Вот, и вот я ей книжку должен отправить Я на следующей неделе отправим ей книжечку с подписями Я и обещал Да, поэтому вот избирательные компании, то же самое Здесь просто нет такой манипуляции наглой Потому что есть законы, которые, ну, соблюдаются Выходите почаще в эфир, выйдем Ладно, ребят, я уже на самом деле Это самое, затягиваю по времени Тут сейчас был вопрос, ваш студент Я его пропустил Значит, если снова поместите, я увижу и отвечу Значит, я уже перешел там, как бы, границу по времени Лимит меня света может заругать Поэтому я так потихонечку буду с вами прощаться И потом все это подсоберу и вывешу на канале Так я считаю, что у нас такой разговор душевный получился Вот, и можно будет из этого сделать там видео Хорошо? Счастливо!